Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! В рамках проекта, представленного порталом экзегет.ру, мы поговорим сейчас о последней, 21-й главе Евангелия от Иоанна. В сущности, она содержит один довольно пространный рассказ об одном явлении Иисуса, воскресшего своим ученикам, и происхождение этого рассказа до некоторой степени загадочно. Еще в древности одни относили его к дополнению данному самим Евангелистам Иоаннам, другие думали, что с его слов, или, может быть, даже не с его слов, этот рассказ был записан и записан поздно, поэтому прибавлен к последнему по времени написания Евангелия от Иоанна. Но в конечном итоге происхождение его может быть и не принципиально для нас в данном случае, а гораздо важнее содержание. И вот автор этого рассказа, мы можем с некоторой долей условности называть его Евангелистом Иоанном, предполагая, что кто-то затем записал его рассказ. Так вот, он говорит нам о том, что через некоторое время после воскресения апостолы, по крайней мере, часть из них, оказываются снова в Галилее, те, которые были рыбаками, и по большому счету даже нет возможности, на самом деле, утверждать, до или после Пятидесятницы эти события происходят, но, вероятно, всё же до Пятидесятницы, потому что к Пятидесятнице, понятное дело, апостолы уже снова собрались в Иерусалиме. И вот некоторые из них оказываются в Галилее и возвращаются к своим прежним занятиям. Это довольно важный момент, потому что христиане часто думают, что великое поручение быть свидетелями об истине означает, что необходимо срочно включать на полную мощность пропагандистскую машину и, собственно, этим и заниматься. Но мы видим, что апостолы после воскресения, они вовсе поступают наоборот, они снова возвращаются к своей жизни для того, чтобы действительно, как в предыдущей главе написал Евангелист Иоанн именем Иисуса, быть живыми, иметь жизнь во имя Его. И вот поэтому в один из дней Пётр говорит своим друзьям, тем, кто рядом с ним в этот момент находится, «Я пойду ловить рыбу». Они идут вместе с ним, и, как это нередко бывает, в эту ночь ничего не поймали. А утром они увидели, что на берегу стоит какой-то человек, который спрашивает его, есть ли у вас какая-нибудь пища. По-видимому, это вообще было обычным делом, когда люди, которым нужна была свежая рыба, выходили утром на берег озера и покупали её прямо здесь немедленно у рыбаков, которые привозили её к берегу. И вот этот человек, которого они увидели, спрашивает их, есть ли у вас что-нибудь. Они говорят ему, что у нас ничего нет. И тогда слышат в ответ, ну, бросьте сеть с правой стороны лодки и поймайте. И когда они так и сделали, они уже не могли вытащить сеть от того, какое количество рыбы в ней оказалось. Вот. Это, конечно же, напоминает ученикам удивительные события на том же самом озере и, может быть, почти в том же самом месте, где за три года до этого, после того, как они побывали у Анны Крестителя, познакомились там с Иисусом, после того, как Иисус уходил в пустыню на 40 дней, вот он точно так же дал им удивительный улов и призвал их стать учениками. Вспомнивший об этом любимый ученик, всё же мы будем называть его Иоанном, говорит, вот тут он узнал, тут он вспомнил о том первом чудесном лове рыбы и говорит, это Господь. Совершенно удивительная, я бы сказал, очень поучительная реакция апостола Петра, который всё бросает. Он только хватает какую-то повязку, чтобы выглядеть не совсем уж неприлично, и прыгает в море, и плывёт. Он не может дождаться, когда вернётся лодка к берегу. Ну, это действительно некоторый символ, я бы сказал, знак взаимоотношений, знак того, как мы призваны относиться к Господу Иисусу. И когда сначала Пётр вплавь, потом остальные ученики на лодке пришли к берегу, они увидели на берегу костёр, на котором рыба и хлеб. И вот Иисус предлагает им пищу, предлагает им поесть. Рыб там этих замечательных, больших, оказалось 153. Ну, традиционно принято считать, что это было число известных тогда на белом свете народов, но, может быть, всё-таки для евангельского повествования это уж очень хитрая аллегория. Но, тем не менее, вот эта цифра оказалась такой деталью, которая запомнилась. Рыб было 153 штуки. И евангелист говорит о том, что Христос сам дал им хлеб и рыбу, и после этого они сели рядом с Ним, едят в некотором молчании, потому что уже ничего спрашивать не надо. Достаточно того, что Иисус воздал благодарение и дал им хлеб. И вот он присутствует посреди них. Как сам он сказал на последний вечер, и в тот день вы не спросите меня ни о чём. И вот именно этот день и наступил, когда уже говорить особенно ничего и не надо. Но, тем не менее, он обращается сам к Петру и трижды спрашивает его, любишь ли ты меня. Пётр говорит «да», и Христос на это поручает ему быть пастырем овец, говорит «паси овец моих». Это значит «иди впереди моих овец». Разговоры ведь в конечном итоге заканчиваются о той смерти на кресте, которую примет Пётр. Иисус говорит об этом, давая разуметь, какую смертью Пётр прославит Бога, потому что он идёт за Иисусом, пастырем своих овец, и тоже идёт, прокладывая путь овцам, показывая его на своём собственном опыте. Мы ещё раз повторим, что пастырь в Новом Завете – это не тот, кто гонит овец кнутом, а это тот, кто проверяет дорогу, чтобы она действительно вела туда, куда должна везти. Во время этого разговора, по-видимому, они уже идут по берегу моря, по узкой тропинке, и за ними идут другие апостолы, и Пётр, обратившись, увидел любимого ученика, спросил Иисуса, а он что? Это чрезвычайно важный момент, потому что на это Господь говорит, ну, хорошо, а если я хочу, чтобы он прибыл до Второго пришествия, до конца времён, что тебе до того? Ты иди за мной. И для читателя здесь разговор не столько о Петре и Иоанне, и тех путях, которые Бог предлагает им, сколько о том, что эти пути разные. Даже если моя воля о нём, вот об этом другом ученике, какая-нибудь совсем экстравагантная, если я хочу, чтобы он прибыл, доколе приду, тебе что до того? Твой путь вот такой, я тебе предлагаю вот это. Тебе нужно откликнуться на твоё призвание, а не обсуждать, в чём заключается призвание других. В каком-то смысле это фундаментально важная вещь, догматическая, если хотите, потому что среди учеников Иисуса нет места единообразия. Наши человеческие попытки добиться того, чтобы мы все были одинаковыми и делали одинаково, и к Богу двигались одинаково, они слишком человеческие. А с учениками не так. И предлагая Петру некоторое служение, Господь Иисус говорит о том, что у другого оно может быть совершенно другое. Это не может влиять на твой выбор Бога. Ты иди за мной. И таким образом очень уместен этот рассказ в заключении Евангелия, потому что в Евангелии говорится об очень-очень многих разных людях, которые так или иначе оказываются рядом с Иисусом. Но для читателя по-настоящему важно не что иное, как самому сделать свой выбор и признать Иисуса своим Господом и Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok